Польское восстание 1830-1831 годов Русско-польская война 1830-1831 годов Национально-освободительное восстание против власти Российской империи на территории царства Польского, Литвы, частично Белоруссии и правобережной Украины, происходило одновременно с так называемыми «холерными бунтами» Центральной России. Началось 29 ноября 1830 года и продолжалось до 21 октября 1831 года, под лозунгом восстановления независимой исторической речи Посполитой в границах 1772 года, то есть не сецессии территории с преимущественно польским населением, но и территории, населенных белорусами и украинцами, а также литовцами и евреями. Предыстория. После наполеоновских войн по решению Венского конгресса было создано царство Польское государство в статусе королевства, находившееся в личной унии с Россией, представляло собой конституционную монархию, управлявшуюся двухгодичным сеймом и королем, которого в Варшаве представлял наместник. Королевстве имелась своя армия, укомплектованная преимущественно из ветеранов польских легионов, воевавших в период наполеоновских войн на стороне Франции. Должность наместника занял соратник Т. Костюшко, дивизионный генерал французской императорской армии Зайончик, а главнокомандующим польской армии стал брат российского императора Великий князь Константин Павлович. После смерти Зайончика, ставший также и наместником, Александр I, относившийся к польскому национальному движению с большой симпатией, дал Польше либеральную конституцию, которую, однако, сам же начал нарушать, когда поляки, осуществляя свои права, стали сопротивляться его мероприятиям. Так, второй Сейм в 1820 году отклонил законопроект, упразднявший суды присяжных. На это Александр заявил, что он, как автор Конституции, имеет право быть ее единственным толкователем. В 1819 году была введена предварительная цензура, которой до сих пор Польша не знала. Сазов Третьего Сейма долгое время оттягивался. Избранный в 1822 году он был созван только в начале 1825 года, после того, как Калишское воеводство избрало оппозиционера Винцента Немоевского. Выборы там были отменены и назначены новые. Когда же Калиш вновь избрал Немоевского, он был лишен права избирать вообще, а Немоевский, приехавший, чтобы занять свое место в Сейме, был арестован на Варшавской заставе. Царским указом была отменена публичность заседания Сейма. В такой ситуации Третий Сейм беспрекословно принял все законы, представленные ему императором. Последовавшие затем назначение на должность русского наместника Константина Павловича встревожило поляков, опасавшихся ужесточения режима. С другой стороны, нарушения Конституции были не единственной и даже не главной причиной недовольства поляков. Тем более, что поляки в остальных областях бывшей Речи Посполитой не подпадали под ее действия. Нарушения Конституции накладывались на патриотические чувства, протестовавшие против чужеземной власти над Польшей. Кроме того, имели место и великопольские настроения, так как Конгрессовая Польша, называемая так поляками, Детище Александра I на Венском Конгрессе, бывшее Наполеоновское и герцогство Варшавское, занимало лишь часть бывшей Речи Посполитой в границах 1772 года, лишь этническую Польшу. Поляки же, а также шляхта Великого княжества Литовского, со своей стороны, продолжали мечтать о государстве в границах 1772 года, В том числе и в восьми воеводствах на территории Украины, надеясь на помощь Европы, патриотическое движение. В 1819 году майор Валериан Лукасинский, князь Яблановский и полковники Коржижиновский и Пронзинский основали национальное масонское общество, членами которого были около 200 человек, в основном офицеров. После запрета масонских лож в 1820 году оно было преобразовано в глубоко законспирированное патриотическое общество. Одновременно существовали тайные общества и за пределами Конгрессовой Польши, патриотов, друзей, праминистов, тамплиеров и ДР. Особенно широкую поддержку имело движение среди офицеров. Содействовало движение католическое духовенство, в стране от него оставалось лишь крестьянство. Движение было неоднородно по своим социальным целям и разделилось на враждебные партии, аристократическую и демократическую, главой которой считался профессор Лилевель. Лидер и кумир университетской молодежи ее военное крыло впоследствии возглавил подпоручик гвардейских гренадер Высоцкий, инструктор школы подхорунжих, создавший законспирированную военную организацию уже внутри самого национального движения. Однако их разделяли лишь планы о будущем устройстве Польши, но не о восстании и не о ее границах. Двукратно представители патриотического общества пытались войти в сношение с декабристами, но переговоры не привели ни к чему. Когда заговор декабристов был открыт и была обнаружена связь с ними некоторых поляков, дела о последних было передано административному совету, который после двухмесячных совещаний постановил освободить обвиняемых. Надежды поляков немало оживились после объявления России войны Турции. Обсуждались планы выступления. Ввиду того, что основные силы России были задействованы на Балканах, возражение состояло в том, что такое выступление может помешать освобождению Греции. Высоцкий, как раз тогда создавший свое общество, вошел в сношение с членами других партий и назначил сроком восстания конец марта 1829 года. Когда, по слухам, должно было состояться коронование императора Николая I короны Польши, было решено убить Николая. А причем Высоцкий вызвался лично осуществить акцию «Коронация», однако, состоялась благополучно. План не был осуществлен. Подготовка восстания и июльская революция 1830 года во Франции привела польских националистов в крайнее возбуждение. 12 августа состоялось собрание, на котором обсуждался вопрос о немедленном выступлении. Выступление, однако, было решено отсрочить, так как следовало склонить на свою сторону кого-нибудь из высокопоставленных военных. В конце концов, заговорщикам удалось склонить на свою сторону генералов Хлопецкого, Станислава Потоцкого, Круковецкого и Шембека. Движение охватило почти всех армейских офицеров, шляхту, женщин, ремесленные цехи, студенчества. Был принят план Высоцкого, по которому сигналом для восстания должно было послужить убийство Константина Павловича и захват казарм русских войск. Выступление было назначено на 26 октября. В первых числах октября на улицах были расклеены прокламации. Появилось объявление, что Бельведерский дворец в Варшаве с Нового года отдается в наймы. Но великий князь был предупрежден об опасности своей женой полькой и не выходил из Бельведера. Последней каплей для поляков явился манифест Николая по поводу Бельгийской революции, после чего поляки увидели, что их армия предназначена быть авангардом. В походе против оставших бельгийцев восстание было окончательно назначено на 29 ноября. У заговорщиков было 10 тысяч солдат, против примерно 7 тысяч русских, из которых однако многие были уроженцами бывших польских областей. Ноябрьская ночь с наступлением вечера 29 ноября вооруженные студенты собрались в Лазенковском лесу, а в казармах вооружались полки. В 6 часов вечера Петр Высоцкий вошел в казарму Подхорунжих и воскликнул «Братья, час свободы пробил», ему отвечали «Да здравствует Польша». Высоцкий во главе 150 Подхорунжих напал на казарму гвардейских Улан, тогда как 14 заговорщиков двинулись к Бельведеру. Однако, когда они ворвались во дворец, оберполицмейстер Любовицкий поднял тревогу и Константин Павлович успел бежать и спрятаться. Впрочем, эта неудача не оказала влияния на дальнейший ход событий, так как Константин, вместо того чтобы организовать с помощью наличных сил энергичный отпор восставшим, проявлял полную пассивность. Нападение Высоцкого на казарму Улан также провалилось, однако вскоре к нему пришли на подмогу 2000 студентов и толпа рабочих. Восставшие убили шестерых польских генералов, сохранявших верность царю, был взят арсенал. Русские полки были окружены в своих казармах и, не получая ниоткуда приказов, деморализованы. Большинство польских полков колебалось, сдерживаемое своими командирами. Константин вызвал к себе русские полки и к двум часам ночи Варшава была очищена от русских войск. После этого восстание разом охватило всю Польшу. Константин, объясняя свою пассивность, говорил, «Я не хочу участвовать в этой польской драке, имея в виду, что происходящий конфликт исключительно между поляками и их королем Николаем». В последствии во время войны он даже демонстративно проявлял пропольские симпатии. С ним начали переговоры представители польского правительства, в результате чего Константин обязался отпустить бывшие при нем польские войска. Не призывать к себе войск литовского корпуса и уйти за веслу, поляки со своей стороны обещали не тревожить его и снабдить припасами. Константин не просто ушел за веслу, а вовсе покинул царство польское. Крепости Мадлины и Замости были сданы полякам. И территорию царства польского покинули войска Российской империи, организация правительства. На следующий день после начала восстания, 30 ноября, собрался административный совет, бывший в растерянности. В своем воззвании он определил переворот как событие, столь же прискорбное, сколь и неожиданное, и пытавшееся делать вид, что управляет от имени Николая. Николай, король польский, ведет войну с Николаем, императором всероссийским. Так охарактеризовал обстановку министр финансов Любецкий. В тот же день образовался патриотический клуб, потребовавший чистки и совета. В результате ряд министров был изгнан и заменен новыми. Владиславом Островским, генералом Камалаховским и профессором Лили Велем, генерал Хлопецкий был назначен главнокомандующим. Сразу же обозначились резкие разногласия между правым и левым крылом движения. Левые склонны были рассматривать польское движение как часть общеевропейского освободительного движения и были связаны с демократическими кругами во Франции. Совершившими июльскую революцию они мечтали об общенародном восстании и войне против всех трех монархий, разделивших Польшу. В союзе с революционной Францией правые были склонны искать компромисс с Николаем на основе Конституции 1815 года. При этом, впрочем, в необходимости возвращения восьми воеводств они также не сомневались. Переворот организовали левые, но по мере присоединения к нему элиты влияния переходило на сторону правых. Правым был и генерал Хлопецкий, назначенный главнокомандующим армии. Впрочем, он пользовался влиянием и среди левых, как соратник Костюшко и Домбровского. 4 декабря было сформировано временное правительство и семи членов, включая Лили Веля и Юлиана Немцевича. Возглавил совет князь Адам Чарторийский. Таким образом, власть перешла к правым, наиболее деятельных левых лидеров Заливского и Высоцкого. Хлопецкий удалил из Варшавы первого для организации восстания в Литве, второго. Капитанам в армию он даже пытался отдать под суд под Харунжих. 5 декабря Хлопецкий обвинял правительство в пустых разглагольствованиях и попустительстве насилием клубов и провозгласил себя диктатором. При этом он выразил намерение управлять именем конституционного короля, который как раз тогда и сдал манифест к полякам, клеймивший бунтовщиков и их гнусное предательство и объявил о мобилизации армии. Сейм, состоявший в большинстве своем из левых, отнял у Хлопецкого диктатуру, однако затем, под давлением общественного мнения, вернул ее. После чего Хлопецкий добился приостановления заседания Сейма в Тербург были посланы делегаты для переговоров с русским правительством. Польские условия сводились к следующему. Возвращение восьми воеводств, соблюдение конституции, ватирование налогов палатами, соблюдение гарантии свободы и гласности, гласность заседаний, Сейма, охрана, королевства исключительно собственными войсками. За исключением первого эти требования были в рамках Венской конвенции 1815 года, гарантировавшей конституционные права Польши. Николай, однако, не обещал ничего, кроме амнистии, когда 25 января 1831 года вернувшийся Ейзарский сообщил об этом Сейму. Последним немедленно был принят октань изложение Николая и запрете представителям династии Романовых занимать польский престол. Еще раньше, под впечатлением первых известий о военных приготовлениях России, Сейм опять отнял диктатуру у Хлопецкого. Сейм был готов оставить ему командование, но Хлопецкий отказался от него, заявив, что намерен служить только простым солдатам. 20 января командование было поручено князю Радзивиллу, совершенно лишенному военного опыта. С этого момента исход польского восстания должно было решить единоборство русского и польского оружия. Продолжение следует...